Валерия, ты вето милый друг, где же так долго ты постигала жизнь? Валерия, можно много лет... В каком составе? Я также знаю, что у нас есть еще одна новоиспеченная парочка, гуси-гагарочка. Это Лерочка и Ванюнечка. И что ты, Барсикова, я что-то не поняла. Стало холодно по ночам спать по отдельности? А что не попробовать? Как это неожиданно, быстро, вообще. Мы не так давно заселяли Ваню с Оксаной, буквально неделю назад. Давай они поцелуются, чтобы мы поверили, что они вместе. Давайте поцелуйтесь, давайте, заселяйтесь. А я хочу, чтобы поцеловались. Вы же нравитесь друг другу. Давай, Ваня, давай, давай. Давай, Вера, все равно. Целуй, 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 целуй. Верит. Как госпитал. Стрункина прям вообще в этот момент подавилась слюной просто. Ксюш, я не давилась слюной, я наоборот рада. Я даже не... Актуальный вопрос, не ревнуешь ли ты? Вижу, что ревнуешь. Нет, я не ревнуюсь. Тут два таких самца сидят рядом со мной. Поэтому я не ревную, абсолютно. Никто не против заселения Барсиковых? Нет. Нет. Мы только замерли. Заселены. Ура, это был телепроект Донглог, построить волейбой. Спасибо. Скажите, вообще так не терпится? Ведь у вас только позавчера, вот, вы вообще даже не думали заселяться, а вообще были друг другу чужие люди. А, еще и причем вы вчера ссорились. После того, как вам уже сказали, все, вы заселены и так далее. Дура, который тоже ослышно был. На лобном целовались сидели, после лобного ссорились, после лобного дура и так далее, и так далее. Это были первые эмоции наших отношений. И вообще он сказал, что, боже, придется с ней спать. Да. То есть ничего значит придется. Я сегодня говорил, что у нас будет ничего-то будет. Я говорю, Вань, значит придется с ней спать сегодня? Он такой, придется. И все так, кстати, не делали. А все унижают Леру, он ее даже не отстаивает, как мужчина. Кто унижает? Да все, и пацаны, и все на зарядке, и самсонов, и все. Всегда? Когда? Ты только что унижаешь? Когда унижаешься? Тебя унижают, ты на твою штуки зубатого целуешься. Так он твой мужчина, ты же тебя отстаиваешь. Нет, а ты это терпишь-то, а, батюши. По очереди, ребят, ну что вы, вы все в этом, в кашу. Давайте по очереди, тянем руку и я дам. Твой мужик должен отстаивать тебя в своей паре, а не я венца. Почему здесь венца вообще? За себя отвечаю. Фанька, ну давай. То есть они не хотят тебя целовать, это факт. Заселимся мы сегодня, и дальше будет все у нас хорошо. Ничего страшного, что мы ругались. Ничего страшного, что мы ругались. Это не все, все отношения без ссор не бывают, да? Они строятся и развиваются. Смотри, Ваня, просто у ребят претензии, в принципе, они обоснованы, что никто не верит в твою симпатию, да? И как бы симпатия, если она есть, она где-то там далеко, потому что, ну, как бы, девушка, когда нравится, относится к ним немножко по-другому. Все будет, мы заселимся и будем жить долго и счастливо. Лер, ты чего так поникла вся? Ну, я слушаю просто, у нас же тут нейтралитет, Новый год. Слушай, да хоть страсть показываем. Скажи, просто ты вчера говорила, что ты ему не веришь, в чем же дело? Что случилось? Ты уже сегодня веришь ему? Ну, я верю, пробую, вот, чтобы потом ничего не попрекали, а если что-то и будет, и я в чем-то разочаруюсь. Так, а что случилось, подожди, ты вчера говорила, я не верю, а сегодня он же верит? Ну, ну, если я разочаруюсь, то это боя будет вина, а всяких злых дней, мне вообще на них наплевать. А то, что я вчера плакала и поругались, ну, ничего страшного бывает, не все так гладко. Чего ты улыбаешься? Ничего. Ты давай дальше, когда вылежишь периметр, середочных бабок пятидесятилетних облапывай, понял? Сущность твоя. Пробита башка. А у тебя задок. А ты вот сейчас можешь ответить за свои слова? А ты сейчас можешь ответить за слова, что у меня все 16 этажей, а? Ну, могу. Да? Ты больная вообще. Да? Ну, так же, я могу сказать, что ты тоже. Чего я тоже? Ну, что, ты не понял? Ну, что я тоже. Ну, тоже про то же. Чего? Ну, так ты скажи, что про то? Про то. Про то. Про зад. Сиди. Ой, Лерунчик, я за руку не пила. Ай, тихо, я здесь лежу. Да, ты ему, сранусь. Сука, вонючая. Кусучая, дедка. Кусучая, дедка. Вань. Вань. Вань, ну ты нормальный вообще. Я отвечаю, я ел курицу, как я в голову смотрел. Ну, ты пипец, у меня маленькая отсылается. А, а тут голос был больше. Задрала ты меня, старая женщина. Вань, Вань, ну ты вот вообще нормальный, а я тут при чем? Ну, ты нормальный, у меня теперь майка будет вся в пятнах. Лер, я не знаю слова утешения, потому что мне ничего не помогло. Он достал. Давайте игнорить его. Перевозим еще в комнату и закрывайся нафиг. Урод, ненавижу. Задолбался с этим водой. Мастер Ко накануне заселения в вип-комнату с Иваном Барзиковым накинулась на него с кулаками за то, что Ваня на стройке не опровергнул высказывания ребят о том, что он не хочет жить с Лерой и ему даже противно с ней целоваться. Простите, девушка парня, узнаем на лобном месте. Сегодня мы наблюдали маленького Салибекова. И самое главное, все хорошо. Ну, размеры, как у папы. А что происходило на проекте, мы узнаем у Ксюши Бородиной. Про размеры мозга сейчас говорила Юля. Я надеюсь. Я нос не веду, ручки там. Как всегда, происходило масса интересных событий. И я хочу как раз обратить внимание на те события, которые происходили меньше часа назад. Итак, Лера, почему ты так на взрыв практически рыдала? Какой гад тебя обидел, расскажи мне. Который сидит по правой руке от меня. Так, а почему он тогда позволил себе сесть рядом с тобой? Ну, видимо, он все-таки надо ему что-то. Лер, давай в подробности конкретно, что случилось. Мне не нравится то, что он позавчера заявил о заселении. Вчера нас заселили, сегодня должны Вен с Катей уехать. И со вчерашнего вечера он начинает меня всячески оскорблять. Я не понимаю, зачем он это делает. Тогда зачем ты вообще? Давай, во-первых, начнем с того, что это... Вань, не перебивай, сейчас Лера говорит. Подожди, сейчас она выскажется, потом обязательно скажет. Да, высмеивает при коллективе. Сегодня вот он за час долобного облил, у меня с ног до головы. Мне неприятно эта вся ситуация. Высмеивает как, Лер? Старая, баба Вера. Ну, всячески, знаешь, детский сад. Фу, я за балдахину не зайду. За балдахину не зайдет. Потому что он серьезно, на полном серьезе говорит, что ты старая, Лер? Ну, видимо, 18 против 23 есть, 5 лет разница, но в такой степени, чтобы позволять себе... Вань, а ты действительно считаешь, что Лерочка старая? Нет, она ни в коем случае не старая. И я отвечу на все вопросы. Начнем с того, да, что ты вчера начала сама придумывать себе какие-то нелепые скандалы. После того, что ты меня Оксаной обозвал в кровати, нормально еще. Вань, ты не отвечаешь на вопрос, а ты начинаешь наезжать на Леру. Вопрос заключается в следующем. Потому что она сама какие-то ересь несет целый день, она несла ересь. Потом я ее облил колой, потому что у нее каша какая-то в голове, она несет такую чуду. Вань, успокойся, пожалуйста, сейчас. Это странно слышать от молодого человека, который сказал, что собирается заселяться с девушкой. Странно слышать через два дня, что, оказывается, она несет ересь, она старая, и обливать ее колой. Я объясню. Вот сколько мы с ней общались, она была вполне нормальной, адекватной девушкой, да. За эти вчерашние два дня я не могу понять. Она пришла, все равно начала реветь. Потом сегодня в течение дня ревет. Я вот это не понимаю, понимаешь. Ей что-то наговорили какие-то слухи, она приходит. Вань, ну девочки, они такие, они ревут иногда, но ты будь утешил. Мне это не надо, который несет какую-то чушь резину. Вань, послушай меня внимательно. Девушкам свойственно плакать, да. Мы чрезмерно эмоциональный народ. Вот. Почему ты ее не утешил-то? Почему? То есть это способ утешения взять газировку и облить женщину, да? Если она в течение 20 минут несет чушь, понимаешь? Что я могу сделать? Она несет про меня всякую хинею, говорит. Я ее угомонил с помощью колы. Воды. Вань, если тебе не трудно, пожалуйста, пересядь от Леры. Напротив. Если они тебе не нравятся, что ты с ним сидишь рядом-то? И так будет проще говорить гадости. Вот смотри Лере в глаза, Оксане, всем своим бывшим, Либерж. Хочу у тебя спросить. Что вчера произошло, почему ты так плакала? Тоже по вине Ивана. Я? Я. Плакала из-за Вани? Ну, что я могу сказать? У Вани начинались отношения с Лерой. Я решила не заступиться. Ну, заступиться, наверное, за Леру. Сказала Лере, не обращая на него внимания. На что Ваня отреагировал довольно-таки грубо и решил охладить, видимо, меня. И облил всем, чем только можно. Вот у тебя там дружочек есть, Женька Кузин. Жень, ну-ка подержи Ивана, хочу послушать. Да, нет. Ну, просто, слушай, на самом деле Лера сегодня раскрылась вообще с другой стороны. Она, я думал, что она гопнется, а она хабалка гопнется. Во-первых, она истерия. Вот я реально думаю, что Лере надо обратиться к врачу, потому что у нее сегодня была дикая истерика. Я тебе могу сказать, что на протяжении 20 минут Лера целенаправленно провоцировала сегодня Ваню, называла его человеком с нейтрадиционной ориентацией. Причем только на четвертый раз, когда она его так назвала, Ваня так отреагировал. Три предыдущих раза он стерпел. Вот Лера реально, вот я на нее смотрю, и Ваня со мной соглашает. Она не женственна, от нее не пахнет сексом, она только кричит, ругается матом, понимаешь? Вот это сутка, что... Женек. Просто, Вань, ты вот знаешь, что я тебе тоже хочу присоединиться. Женя, ты скажи, пожалуйста, а ты ходишь по поляне и нюхаешь, где пахнет сексом? Расскажи, чтобы вы знали вообще. Мне не надо ходить и нюхать, я этот запах на километры чувствую. Вот сейчас сижу здесь и не чувствую его. Тебе к врачу, Евгений Кузин. Да, слушай. Тебе к врачу, у тебя сексисты. Мне не к врачу, у меня насморк. Ксюх, а я хочу к Ване обратиться. Вань, ты серьезно, абсолютно согласен со словами великой ведущей, самой лучшей ведущей в России, Ксении Якимовна. Я хочу тебе сказать, что ты правда скажи, Лерке, правду. Ну, скажи правду. Тебе комфорт важен, что ты хочешь заселиться, чтобы был свой унитазик, свой душ там, своя кухня, чтобы мы с тобой ночью играли в нарды. Или тебе нужны отношения? А, так вот оно в чем дело. Да какие, я могу, я вам тебе хочу заселиться. Вань, на одном унитазе будете в нарды играть. Нет, нет. Ксюх, нет, Вань, ты мне скажи, ты Лерка видишь, как потенциальную женщину, с которой тебе хочется заняться любовью. На данный момент нет. Нет, все. Ксюх, о чем можно говорить, если мужчина... Четыре мозги поднимать, дольдь, дольдь, дольдь. Ксюх, что можно сказать, если мужчина, не успев заселиться, уже не хочет человека... Я так, что за сегодняшний день, за вчера и за сегодня, за целый день... Вань, объясни мне, пожалуйста, тених, Ваня, 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 остановись. Я ее рассмотрел с двух сторон. Когда я смотрю на тебя вчера... Остановись, Ваня, остановись. Ваня, голос лучше тебе, шепчет. И так, когда тебя отвернуло, ты еще час назад собирался с ней заселиться. Да я сидел и думал, я передумал. Слушай, мне такое ощущение, действительно, тебе надо вот сесть с Кузиным, поиграть в нарды и подумать вообще, вот на... Чтобы по поводу отдельного унитаза, придушек... Вы с Глебом тоже самое говорили, все мужики ко мне уходят. В принципе, вчера на лобном месте, когда все ребята говорят, давайте поцелуются, давайте поцелуются. Вы все прекрасно видели, как Ваня отреагировал, он вот так... Его чуть ли не страшнело, пацаны. Уже вчера было очевидно, что ни с какой Лерой никуда он не заселится. Так если это было очевидно, какого человека он заселяется с этими девочками, я понять не могу, зачем? Ему 20 лет, ему, как вы говорите, в голове ветер, в попе дым. Вот у него сейчас именно так. Он беззаботный парень, которого жизнь только началась. Он кайфует со всеми. И вот Лера опять плачет. Это вот о чем они думают? О чем они думают? Это другая ситуация. Вот Лерочка, ну не плачь. Ну вот тебе-то вообще... Что ты это делаешь? Я не понимаю, Ксюша! Ты, придурок, вы тебя остеялись! Ты зачем это делаешь? Не ори, я тебе еще раз говорю. Угомони талант свой, пожалуйста. Талант? Талант угомони. Талант ты, свой Стрипуховский. Нет, не нужно женщинам, 10 лет или 20. Женщине очень легко причинить боль. Особенно сказав ей, что тебя не хотят, знаешь? Я бы хотела заступиться все-таки за девочек. Потому что в любом случае и у Леры, и у Оксаны у них нежные, женственные души. Естественно, здесь им приходится в коллективе, где, извините, Оксану там, извини меня, зубастые обзывают. Леру там обзывают, что она мужичка, валеруны и все остальное. Естественно, им приходится быть теми самыми сильными женщинами, которые начинают сами за себя заступаться. И сегодня я лично видела момент, когда Лера начала ругаться с Настей. И Ваня, вместо того, чтобы, может быть, сказать, слушай, Настюх, мы сами разберемся, да, там, и Леру как-то увезти, он, наоборот, начал вместе с Настей засаживать Леру. Да так, что у меня уши просто в трубочку скрутились. Поэтому я могу сказать, девочки от безвыходности такие у нас, вот как их называют, хабалки или еще что-то. А Ваня, в свою очередь, просто обманывает и не знает сам, чего хочет. Если тебе не нравится девушка, так ты сразу и говоришь, что не нравится, не люба она мне. А если нравится, так скажи, что вот мне она нравится, с ней я буду, да. Просто, получается, ты мозг девочкам паришь, паришь, да. Они на что-то там надеются, потом еще злее станут, вот и все. Спасибо. Я хочу что-то... Все-таки я хочу спросить Ивану последний вопрос. Поскольку час назад ты все еще собирался заселяться с Лерой, сейчас какое мнение твое, Иван? Я не знаю, я не хочу заселяться. Понятно.